здравствуйте это канал максимадзе сегодня суббота но обычно я в субботу не выпускаю видео но сегодня день защиты детей и поэтому сегодня я буду играть в одну из игр которые было в моем детстве называется она веселая математика выпущена она была разработчиком русабит м да да тот самый который издавала когда соседа из россии с любую как достать соседку и достать соседа каникул олигарха да и не только вот он в 2001 году этот разработчик или студия даже скорее выпустили вот такую веселую математику которая была моем детстве с чего бы нам пожалуй начать здесь мы видим карту и здесь у нас разные варианты кстати говоря она она windows 10 работает не очень хорошо у меня изначально возникали проблемы с запуском то есть игра наполовину открывалась и там короче наркоманские цвета были режиме совместимости с виду секс и запустил нормально все а я тогда ранее играл на виду 7 там вообще все работало прекрасно давайте начнем пожалуй с вот смарт маркиз минус к нам пожаловал юный любитель математики меня зовут маркиз для того чтобы числа не становились такими большими из них вычитают другие числа потому-то вычитание самое главное будете играть в игры да буду конечно но то есть складывать числа это не такое главное действие вычитать это более важно по его мнению немножко высокомерный какой-то тип да ну выбирая нам предлагает выбрать одну из двух игр собственно здесь еще на каждой локации что-то интересное происходит как как видите то какой-то мужик вот самолет собьет очередной кто-то другой из лука в мишень пальня давайте с разбойничьих островов начнем что здесь короче говоря надо делать на всякий случай есть подсказка разбойничьи острова называется игра собственно вот кладоискатель здесь за камерой у меня находится число монеток я наверное возможно переставлю камеру другое место может даже влево возможно я влево переставлю камеру посмотрю как там по другим мини-играм пойдет короче здесь число монета которого нас имеются нам надо этого чувака провести вот сюда и при этом мы вот мы наступаем на клетку с цифрой и эта цифра вычитается из нашего счета собственно давайте попробуем пройти давайте вот у нас четные числа чет не будем вычитать короче так просто мы сюда как бы не встанем на этой на этом игра не заканчивается нам нужно сюда встать именно тогда когда у нас будет ровно 0 именно ровно 0 и вот кстати вот у на вот у нас сейчас как раз таки будет такой вот 0 вычитаем 2 у нас остается 6 вот как раз таки 6 сейчас вычтется вот остается 0 и мы победили сразу же а вообще вот изначально 50 монет надо чтобы именно вот здесь вот на этом шаге перед тем как сюда именно было 0 если будет если мы наступим на число которое сейчас увидите у нас осталось всего 2 . если мы наступим на число которое больше чем в нашем счету то при приплывет подлодка с вот этим здоровяком и нас выбросит обратно в начало уровня ну и снова 50 монеток начинается при каждом перезапуске игры числа всегда будут рандомные и и в принципе можно этим заняться давайте попробуем еще раз 36 27 23 так 14 остается 9 ага не получилось ладно с этой мы игрой разобрались давайте следующую на каждой локации чё-то интересно происходить рынок здесь мы должны измерять фрукты собственно давайте поставим гирю 1 килограмм этого конечно мало можем вернуть поставим 10 как увидим 10 это много ставим 55 не хватает вот давайте еще один прибавим вот 6 килограмм оказывается так давайте снова 10 нет много ставим 55 не хватает 6 и тоже не хватает попробуем 7 и 7 не хватает 8 тоже мало 9 9 9 килограмм весит фрукт и нам нужно 10 раз собственно дать правильных ответов а тут 10 уже мало ставим 11 мало 12 тоже мало 13 и 13 мало 15 15 мало 16 понимаю да 10 а тут как раз 10 здесь многовато здесь многовато когда один вот так много тоже много и 12 много значит 11 понимаешь понимаешь он причем так с акцентом таким говорить не русский какой-то видео так уже 7 по-моему 10 много тоже много 11 15 много 13 мухи тут еще ли летают так 10 много 5 много 7 много 6 отлично мы справились с этим заданием переходим к следующей локации давайте пусть это будет город цифр здравствуйте дружок мы цифры разные бароны и графе хотят нас поделить и умножить но мы не поддаемся надеемся что ты поддержишь нас в этом поддержишь нас в этом а теперь ты можешь поиграть наши любимые игры так собственно здесь мячик скачет тут и тут тоже свои вещи происходят ну и здесь игры они как бы рассчитаны на то они как бы связаны с именно с цифрами что мы будем работать с цифрами кто такой блин это что за дед на фиг блин вот с этих с некоторых моментов тут поугарать конечно можно самое время видимо поиграть начнем с фар фарватер здесь нужно стрелять по цифрам и нас просят стрелять по нечетным числам нечетные это те которые не делятся на 2 ой не по той попал 1 каждое очко которая вот здесь это две цифры по которым мы щелкнули со временем тут появляю будут появляться новые цифры так что то я а вот нечетная семерка пятерка и нам еще надо по четырем щелкнуть видимо тройка по трем даже да также а теперь нас просят почетным стрелять при перезапуске но теперь по двойкам можно например стрелять по шестеркам по двойкам шестеркам по четверкам по восьмеркам по четверкам такая вот простенькая игра следующая жара в стамбуле ну давай загружайся быстрее игра а вот короче здесь что нас просит делать давайте-ка я задача игры наловить 50 парашютов правила игры при нажатии левой кнопкой мыши верблюд бежит влево право и вправо также верблюда можно управлять с помощью левой или правой клавиши на клавиатуре собственно здесь собственно и вот так вот бегаем и парашютики вот эти вот ловим и 50 не парашютов даже скорее надо набрать очков 50 надо набрать очки эти вот парашюты падают достаточно медленно мы постараемся собрать 15 уже как-то этот пропустили он упал самолет тик что-то как-то слишком низко летает поймал мертвую петлю с кто-то слишком много делает пропустил ту ну ладно а тут некоторые парашюты я смотрю падают быстрее других пятерка падает это медленно довольно таки осталось 7 очков осталось 2 ускорее на сложение я больше сказал подходит игра что у нас дальше какого фига он такой жирный и что за звуки он такие издает как будто мяч накачивают они они он так так давайте перейдем теперь королю равно здравствуй дружок не стесняйся проходи будь как дом в дворце короля равно все равны это хорошо что ты решил побывать в математическом королю очень математику непременно нужно знать конечно да поиграем так здесь у нас маленький какой-то дворец конечно но тут рыцари у нас вылезают первая игра называется математический поезд здесь все просто нужно решать примеры я ни в коем случае не буду брать калькулятор мы же все такие математик математику с вами тут проходим знание должны свои подкреплять поэтому мы да и да и примеры тут достаточно простые будем все делать как надо короче здесь нужно решить пример а затем нажать на светофор чтобы поезд поехал если мы нажмем на светофор просто так или решим пример неверно поезд уедет но при этом нам не засчитают очко всего надо 10 набрать 28 минус 8 но это естественно будет 20 крестик это от отменить если мы не про случайно неправильно нажали цифру вот за камерой за моей она скорее всего действительно все таки влево будет стоять появился вот этот вот эта часть поезда перед 32 минус 9 вот получается можно сказать что из 30 отнимаем 7 то есть получается что это 23 путь должна получить да совершенно верно так 26 минус 13 вычитаем сначала 10 из 20 вычитаем 10 это у нас будет также 10 и по сути 16 у нас остается ну и 16 вычитаем 3 это 13 это бух это я щас практически столбиком посчитал кто помнит решили как приходилось столбиками решать ставьте ставьте лайк пишите комментарии 23 минус 9 но вот тройку из 9 вычитаем уже остается 6 из 20 вычитаем 6 это 14 10 плюс 6 но это легко это 16 10 умножить на 9 10 десятки всегда легко умножать 90 5 умножить на 6 5 умножить на 6 это у нас так 30 если не ошибаюсь могут 30 30 конечно так опять 5 на 6 давайте-ка я просто так нажму чтобы был мне дали другой пример в смысле а за что мне засчитали очко щас я же ничего не ответил это видимо какой-то глюк в игре ну ладно неважно 25 минус 16 но также вынимая вычитаем из 20 тебе де 10 сначала 15 ну и получается вот м6 остается 9 осталось еще один пример 26 минус 11 собственно говоря это у нас также вычитаем из 20 10 это будет 26 10 16 ну и 115 а нет все таки еще один пример надо решить ну 36 минус 1 очень легко 35 даже думать не надо окей следующая игра называется математические линии эта игра довольно таки интересная моему деду даже эта игра понравилась он частенько поигрывал в нее помню помню короче здесь что нужно сделать здесь нужно из-за шариков сделать линию которая в сумме по складыванию чисел будет составлять 25 тогда линия шариков это исчезнет с каждым с каждым и ходом будет прибавляться еще три шарика за исключением того хода который при котором исчезнет линия ну то есть у нас давайте 5 плюс 5 это у нас уже 10 плюс 15 уже 15 вот пожалуйста получилась строка из 25 причем чем больше шариков содержится в строке сколько шариков содержится в этой строке столько мы получим очков всего надо набрать 100 очков следующую цепочку давайте составим к 8 прибавим 8 это будет 16 а уже по и здесь появилась четверка собственно уже 20 прибавляем еще пятерку пожалуйста вот еще 25 так 8 плюс 8 опять-таки 16 прибавляем 4 будет 20 и 25 вот так здесь показываются какие шарики появятся следующими на игровом поле 6 плюс 5 это 11 прибавляем получается 16 7 плюс 16 это у нас 23 если не ошибаюсь прибавляем еще 2 пожалуйста вот правильно 6 плюс 6 это 12 прибавляем еще 9 будет 21 и прибавляем 4 прибавляем 4 и 4 2 плюс 2 это у нас 4 как нас известно это получается 8 давайте прибавляем давайте прибавляем давайте прибавим еще 8 получится опять-таки 16 собственно говоря появилась шестерка которая делает уже 22 надо нам надо еще 3 вот так так дальше девяточка у нас есть давайте не прибавим шестерку это у нас получится 15 прибавим восьмерку если восьмерку прибавить 15 это у нас будет сколько 23 значит надо еще двоечку уже 33 очка довольно таки неплохо идем давайте прибавляем шестерку шестерки это 12 прибавляем еще тройку будет 15 15 прибавляем еще пятерку это 20 24 и агает однерку мы не можем сюда поставить потому что ей некуда двигаться давайте переставим эту двойку и тогда освободим уже место да как вы можете заметить с каждым ходом шариков на игровом поле появляется больше и если шарики заполнит все поле и место для новых шариков не останется мы проиграли прибавляем 8 8 и опять-таки 16 24 и нам нужна одни ручка есть у нас одна одни ручка ставим ее сюда окей 43 очка уже почти половина так 6 6 12 к 12 прибавляем 7 это у нас 19 шестерочку надо еще одну так вот 3 плюс 3 плюс 3 это 9 еще плюс 3 это 12 прибавляем к 12 и 4 16 20 и пятерку еще одну вот пожалуйста уже 54 очка так 9 16 и 24 однерок у нас нету к сожалению давайте уберем восьмерку и поставим семерку а подождите нет что-то я неправильно посчитал подождите 9 прибавляем к 9 7 будет 16 прибавляем к 16 7 а господи что я считаю 20 я 20 23 живу это у нас вот двоечку ну за другой стороны у нас получилась более большая строка получили больше очков нам остается набрать всего 40 6 плюс 7 это у нас будет сколько 13 если не ошибаюсь будет вот прибавляем еще 10 26 много убираем пятерку и ставим четверку а нет опять что-то не так посчитал ну 6 плюс 7 это же 13 это 13 а конечно что гоню то заряд зачем я пятерку то убрал вот мы прибавляем к 13 и 10 23 получается вот на двойку сюда поставить я что-то что-то переклинило меня и что-то не то не ты не что-то не то посчитал походу так дальше 6 плюс 6 плюс 6 6 умножить на 3 это 18 нам нужно еще сколько 7 вот так сделаем 70 очков осталось 30 так 8 умножить на 3 это у нас сколько будет 24 помню будет да все или подождите так 8 плюс 8 до 16 и прибавляем 16 до 24 все верно остается еще одни ручку поставить так 2 плюс 2 плюс 2 6 10 18 20 вроде правильно посчитал вот совершенно верно 81 очком так 9 и 8 17 прибавляем 421 ставим еще 4 отлично линия исчезла 8 7 очков так 1 6 6 прибавляем 7 опять же 13 прибавляем троечку уже 16 двоечка появилась 18 значит надо семерку еще одну вот она осталось набрать всего 7 очков давайте прибавим давайте прибавим к семи девять это будет 16 если к 16 прибавить 7 будет 23 добавляем еще два осталось набрать всего три очка то есть нам осталось собрать последнюю схему так вот 22 ой господи какой 22 чего я гоню 2 плюс 2 плюс 2 9 прибавляем 9 6 будет 15 к 9 16 добавляем ой к 15 добавляем 9 24 9 плюс 9 это 18 24 вроде как у нас получается нам нужна однерка однерки для однерки нет места вот так вот мы выиграли эту игру и переходим давайте к граф плюс запомни одну важную вещь нет действия прекраснее и важнее чем сложение прибавлять прибавлять ну вот а по его мнению и попали важно это секрет успеха вновь и вновь складываем и получаем все больше и больше сумма и чем больше сумма тем лучше вот так вот а сейчас блин я еще в детстве думал если хочешь узнать побольше о сложении поиграй в мои игры блин я еще в детстве так думал он так ходит туда-сюда как будто хочет туалет но это чисто мое мнение начнем с игры математическое болото наверняка уже наверняка уже разбойничьи острова вспомнили да действительно игра похоже но здесь персонаж выглядит вот так он какой-то странный и у него вилка розетки на хвосте здесь у нас что нужно сделать здесь надо также перебраться на эту сторону но здесь и действие игры совершенно по-другому как видите для мостов здесь нету мы строим мосты здесь сами первоначально на счет это 20 очков за каждое строительство моста у нас отнимается 7 и мы получаем на свой счет столько очков насколько мы наступим на более большие числа нам выгодно вставать одну очку осталось и нам этого хватило чтобы перейти на эту сторону мы победили в этой игре но если во время прохождения нам не напомню за строить за каждый мост у нас отнимается 7 очков и если у нас если у нас на новый мост очков не хватит мы проиграем следующая игра математический тетрис здесь у нас что нужно сделать задача игры набрать 100 очков правило сверху стаканом падает кубок с кубик с цифрой полетом кубика можно управлять нажатием левой кнопкой мыши перемещает падающий кубик влево правый вправо линия кубиков исчезает если кубики в сумме надают по 10 очков по вертикали горизонтали или вертикали что тут два раза вертикали написали непонятно зачем так ну 0 и нам не дает ничего инерция тут не очень правда хорошие если честно не очень удобно я сказал поставим четверку вниз пускай падает нам нужно к восьми двоечку а вот к четырем мы прибавляем 3 это будет 7 значит нам надо еще троечка чтобы было ну или вот после одни ручки двоечку можем вообще поставим сюда так четверка пустой вот жаль нельзя ускорить падение вот опять поставить на четверку нам по нам понадобится одни ручка вот как раз таки она но мы получили одно очко всего за каждую строку за каждое вот это вот набирание за каждую выполненную такую схемку нам будет даваться по одному очку а если нам надо набрать 100 очков это будет это это она очень это это она очень долго затянется эта игра поэтому давайте в нее играть особо не будем давать еще одну строчку соберем какую-нибудь какую строчку данном случае у нас стал без скорее они строчка опа сложилось но правда вот сверян то что целых две схемы вот ушло нам всего лишь одно очко еще дали короче эта игра будет слишком долго я ее проходить полностью не буду и тесто чего могу вам показать это то что если если кубики заполнит все поле и следующим и следующим кубиком будет некуда падать мы проиграем она это как и в любом тетрисе собственно там и 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 ну как я уже говорил я полностью играть в эту игру не буду это слишком это слишком долго будет переходим и герцога умножение здравствуйте здравствуйте я герцог умножение я весьма почем вашим визитом очень приятно очень давненько ко мне никто не заходил до времена кстати кстати вы пришли вовремя я как раз хотел поиграть хотите присоединиться ко мне здесь игра одна всего не 2 как было в предыдущих акациях называется на погрузка угля здесь тоже происходит интересные вещи например это кстати на ракете было написано ссср и выход и то есть это какой-то вражеский самолет что ли погрузка угля а еще из окна что выпадает ну и код из одной трубы приходит другую вот погрузка угля здесь у нас здесь что нужно сделать здесь надо правильно рассчитать сколько нужно посыпать угля в этот поезд как мы видим на вагонах написано 6 всего вагонов для погрузки 7 то есть нам нужно 6 умножить на 7 чтобы четко было не не больше и не меньше угля поэтому нам нужно выбрать нам нужно правильный ответ ввести на табло 6 умножить на 7 это 42 по моему если не забыл конечно ну давайте попробуем заодно вспомним правильные таблицу умножения все верно здесь появился здесь за камеры появился вот этот передняя часть поезда здесь у нас уже два цифра 2 также 72 из умножить на 7 это будет 14 ответ правильный если я просто нажму на кнопку когда у нас будет ноль то будет вот ничего не будет здесь 8 если если насчитать слишком много или неправильно то будет вот что 8 и 2 вагона значит надо 8 умножить на 2 это 16 а здесь 9 и также два вагона значит нужно 9 умножить на 2 а 18 это будет так здесь у нас восьмерка вагонов здесь 6 8 умножить на 6 это сколько будет 6 8 48 даже в рифм ну конечно же это правильный ответ здесь всего лишь один вагончик это это значит что нам всего лишь нужно указать ту цифру которая написана на нем число умножаемая на 1 это все это она не изменяется 3 и вагончиков 5 у нас то есть нам надо 3 умножить на 5 это 15 если не ошибаюсь ну конечно же это правильный ответ вагонов 6 число 7 7 умножить на 6 это у нас сколько будет 42 это будет ой куда я перебрал здесь число 3 и у нас такое уже было это 15 остался последний вагон но к сожалению я его не буду решать потому что после того как я его решу также появится экран ты победил но после этого крашница игра поэтому я не буду это дорешивать и мы покинем и покидаем эту зону переходим к барону деление добро пожаловать в крепость барона деление мой девиз делим делим и делить будем и иногда столько не перемножить сколько я разделить летает самолетик на том стоял и стоять но никто в этот раз у не сбивает если есть желание можете сыграть в мою любимую игру здесь играть также всего одна называется переправа и эта игра на мой взгляд самая сложная вот вообще в этой игре в этой веселой математике это самая сложная игра я со взрослыми некоторым попробовал оказалось даже не каждому взрослому под силу я на всякий случай даже калькулятор воспользую то я чуть не уверен что он не поможет сильно но давайте попробуем короче осталось 10 это нас это переправить всего овец 85 у нас давайте посмотрим справочку задача игры переправить а тару овец через 10 рек с помощью лодок должно остаться больше половины овец после всех переправ правило игры число овец написано над а тарой над каждой лодкой написано сколько овец она может перевозить если число оставшихся в а таре овец меньше числа перевозимых то лодка переворачивается при переправе для того чтобы выбрать нужное направление для переправы следует подвести курсор к одной из трех стрелок над лодками и нажать левую кнопку мыши так если оставь число то оставшихся в а таре овец меньше числа перевозимых то лодка переворачивается это как-то нелогично лодкой логично бы перевернулась совершила крушение если бы наоборот больше овец было чем она может перевести а тут как наоборот ну вот давайте попробуем разделить 85 на одну из этих чисел давайте попробуем разделить на 7 два остается 12 еще надо его это округлить давайте попробуем право правильный моя теория вероятности подействует как бы терять овец мы можем мы можем терять овец во время десяти этих переправ но должно остаться больше половины из них концу иначе мы проиграем восемь то есть вот он сейчас переправляет 8 и в итоге мы одно овцу только потеряем хотя на самом деле мы потеряли одну овцу и это что он сказал мы потеряли всего одну овцу это не страшно хотя как мы видели там было бы это в лодку больше на самом деле забралось так здесь у нас 84 давайте 84 на 20 84 точно не делится но попробуем давайте поделить на 8 84 делим на 8 остаются вот 10 и остается то есть можем по теории вероятности потерять 2 или 3 опции если я вообще правильно предполагаю давайте попробуем как я уже говорил эта игра по моей проверке оказалось не каждому взрослому под силу здесь нужно разбираться а мы четыре овцы все-таки потеряем здесь на самом деле надо по-другому считать немного здесь у нас 17 18 19 обалдеть вот здесь уже посложнее будет давайте попробуем просто из 80 18 18 17 4 17 ага рискованно здесь мы целых 12 овец потеряли давайте попробуем с 18 18 1 2 3 4 8 овец здесь мы потеряем это лучше теперь попробуем 19 из 80 отнимаем 19 2 19 3 19 а здесь мы потеряем всего четыре опции это более выгодно будет для нас выбираем третий путь просто умеет а посчитать будет можно посчитать это в уме но это будет но это я буду на это больше времени будут ходить так 4 овцы мы теряем ваева его его ну тут что поделать тут все три пути приводит к потере нескольких овец но лучше выбирать то где мы меньше ветка теряем здесь у нас осталось 76 овец и нам предлагают давайте самое большое пока попробуем отнять 76 минус 17 минус 17 минус 17 8 овец мы теряем так дальше теперь попробуем и 12 76 минус 12 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 минус здесь мы 4 овцы всего теряем а если 7 здесь мы 6 овец теряем короче более выгодный путь это вот этот средний так 4 овцы мы теряем с нашего счета пока что к сожалению нам ни разу не удалось переплыть вообще без потери овец но такое но и такое иногда возможно здесь у нас 72 остается так 72 минут 12 сначала попробуем 12 а если здесь мы если мы выберем 12 мы не потеряем ни одной овцы это самый выгодный путь мы выбираем его прям даже другие не будем смотреть а кстати этот по 17 этот по 17 здесь переплывут все 72 овцы мы не потеряем ни одной и здесь он не будет говорить вот этого его 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 вообще мог бы сказать молодец например так 72 вот к сожалению здесь без жертв у нас вряд ли обойдется если мы выберем 10 то 70 переплывут а 2 потеряются давайте попробуем давайте тогда этот вариант и выберем у меня есть подозрение что уже больше часа я записываю эту игру но надеюсь она того стоило осталось 70 овец и четыре раза нам нам остается еще переправу сделать так 70 у нас осталось а вариант так у нас а вариант у нас таковы давайте попробуем сначала 1370 минус 13 5 овец мы здесь теряем попробуем 1170 11 11 11 11 11 здесь мы теряем 4 овцы а если 8 здесь мы теряем 6 овец ну получается вот этот более выгодный путь получается если я запомнил правильно конечно выбираем средний путь ну по крайней мере но у нас больше половины действительно остается изначальное количество число это было 85 а у нас 60 чем-то останется 66 останется у нас у нас здесь варианты 66 вот если 22 наверно будет выгодный вариант ну-ка дайте даже вы испытаем я думаю 22 это будет очень выгодный вариант да я был прав при этом варианте мы не теряем ни одной а в в в в здесь у нас также остается 66 если мы выберем 10 мы потеряем 6 овец а если мы выберем 9 сколько у нас останется 33 овцы мы теряем а если 13 одну одну овцу мы потеряем если выберем вот этот тогда этот путь самый выгодный для нас его мы выбираем осталось 65 овец то есть мы уже потеряли 20 если мы сейчас при последней переправе а все все мы уже выиграли все мы успешно переправили всех овец и выиграли в этой игре ну и собственно на этом веселая математика у нас заканчивается собственно авторы вот такие руководитель проекта ведущий дизайнер художник-аниматор художник-дизайнер художник-аниматор еще не звуковое оформление программист собственно русабит м как я уже говорил компания такая вот веселая математика у нас сегодня было было довольно таки интересно я надеюсь очень надеюсь что было интересно всем спасибо за просмотр с вас и кузы подписаться с меня эпичные видосы с днем защиты детей поздравляю вас дети подписывайтесь на мой блог и канал спадер вконтакте и всем пока обязательно учите математику это это вам очень пригодится в жизнь пока субтитры субтитры сделал DimaTorzok